А сейчас об этих и других событиях более подробно. За QR-кодом в МФЦ. С 16 ноября все многофункциональные центры города могут самостоятельно распечатывать для населения бумажный вариант QR-кода. Такое решение приняло правительство России. Оно поручило Министерством здравоохранения и цифровых технологий разработать механизм предоставления этой услуги. Подобных полномочий центры никогда не имели. Наша съемочная группа отправилась в МФЦ, чтобы выяснить, как это работает и сколько займет времени. Совсем недавно полномочиям многофункциональных центров ограничивались лишь регистрацией на портале госуслуг и подтверждением учетной записи. QR-коды здесь никогда не выдавали. Закон жестко ограничивал доступ к персональным данным граждан. Поэтому скачать сертификат вакцинации мог только его хозяин. Но для многих представителей старшего поколения эта задача оказалась невыполнимой. Дома компьютер есть? Нет. А телефон какой? Кнопочный. Дома компьютеры есть? Ну в принципе есть. Мы просили детей, чтобы они нам помогли, но пока тоже у них не получается, чтобы мы могли пользоваться его с услугами. Вы QR-код здесь именно планируете получить? Да, мы хотим получить через МФЦ. Чтобы помочь гражданам, в первую очередь пожилого возраста, правительство России приняло решение разработать механизм предоставления данной услуги через МФЦ, что было сделано очень оперативно. Первые сертификаты вакцинации центры начали выдавать уже 16 ноября. Для того, чтобы получить QR-код, нужно обратиться в любой МФЦ. Для этого нужно иметь с собой паспорт, СНИЛС, ну и желательно, конечно, полис ОМС. Потому что запрос идет действительно через госуслуги, осуществляется запрос, а полис ОМС необходим для лиц, которые там не зарегистрированы. При этом, чтобы получить доступ к сертификату вакцинации, сотруднику МФЦ нет надобности заходить в личный кабинет. Запрос идет через информационную систему, поэтому данные поступают в ограниченном варианте. Сотрудник МФЦ не имеет доступа к странице, никакую информацию о содержащейся на странице гражданина. Сотрудник МФЦ не видит. К нам поступает только информация о его QR-коде. То, что данная услуга очень востребована, показали первые же два дня работы. В бумажном варианте сотрудниками МФЦ было распечатано более полутора тысяч QR-кодов. Вам кто рассказал, что в МФЦ можно получить QR-код? Дети рассказали. То есть самостоятельно не смогли бы распечатать QR-код? Нет. По пятидневке работает муж, поэтому сегодня он отпросился, взял выходной и пришли сюда. Но это удобнее, чем самому искать, да, QR-код? Вообще удобно. По времени заняло где-то около часа. А если бы не было очередей, говорят супруги Сирозидиновы, то вся процедура заняла бы не больше 10 минут. В МФЦ подтверждают, система работает очень быстро и напоминает, что распечатать QR-код смогут только те, кто действительно прошел вакцинацию. Это сведения из федерального ресурса, из госуслуг. Там только официальная информация. То есть если человек получил какой-то подельный код, QR-код, купил вакцину, прививку, информацию о прививке или еще что-то, там этой информации не будет. То есть человек, который получил QR-код у нас, он может быть только законным. Татьяна Артеменко, Владислав Гусев, телекомпания ТВН.